Из Анапы, не знаю, хотят сделать черт знает что. Но вот тоже тут вот срач. Когда, конечно, я думаю, заработают вот эти вот отели, но хоть срача этого не будет, я думаю, тут все, конечно, уберут. Только грустно нам немножко. Почему не знаем сами? Может, мне читать не надо эти грустные стихи? Но если вы найдете места лучше, чем Анапы, езжайте, конечно, туда, потому что Анапу-то нашу немножечко подзасирают в последнее время. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Анапа. Сегодня 26 февраля 2019 года. Я приехал на пляж, здесь недалеко от Анапки. Вот там виднеется у нас яхт-клуб. Ну, это место я часто... Первый год жизни здесь, в Анапе. Я сюда постоянно приезжал. Это было мое излюбленное место. Потом еще приезжал сюда много раз. Мне тут очень нравилось. Вот. Когда мэр Поляков пришел потом в управление городом, то он распорядился убрать от лишнего мусора анапские пляжи. Ну, убрали мусор и вот, к сожалению, убрали это бревно. Хотя оно было большое такое. И все-таки его решили, видимо, там краном грузили или распилили. Ну, не знаю, чем оно помешало. Оно как бы не мешало, оно вписывалось в пейзаж. Ну, вот убрали. На нем было так удобно сидеть. За ним можно было загорать. Оно давало даже тень. Вот. Ну, вернее, и загорать можно было, и в тени находиться. Сейчас это место не узнать. Как вот на протяжении уже многих лет, даже и когда я здесь уже прижился, и все слышу. Спасаем дюны, запрещаем строительство в первой береговой линии. Это наше достояние, это не только Анапское, это российское, у нас федеральный курорт. Но на самом деле я не вижу никакой заботы, родения о сохранении действительно уникальных анапских дюн. Вот я сейчас здесь нахожусь, и просто какое-то наваливается чувство безысходности. Красивые места Анапы, они исчезают, они стираются. Из Анапы, не знаю, хотят сделать черт знает что, я не знаю, глядя, наверное, на какие-то западные образцы. Пляж, люди сами загаживают пляж. Вот мне говорят, почему бы вы не собираете там бутылки, допустим. Да что ж я их буду собирать, тут служба должна работать, специальная. Вот, которая за этим всем ухаживает, охраняет, надзирает. Вот строят, друзья, смотрите, вот какой-то отель, да, из стекла и бетона. Как Варламов говорит, из говна и палок. Вот, но это не из говна и палок, к сожалению. Сразу вот так вот не сломаешь, и это будет, наверное, стоять очень долго. И некогда такие большие дюны, на которых росли деревья. Здесь люди любили отдыхать, потому что бесплатный тенек. Потому что когда лето, когда пекло, солнце палит, понятно, что под навесом, чтобы разместиться, нужно платить денежки. Да, платить денежки, там, 50 рублей за час, а за день там 150 или там 200 рублей. И люди вот размещались здесь. Тут были дюны, но сейчас дюны постепенно срезают. Ну, видно же, что здесь вот не ветер постарался, а люди, рука чья-то. Вот, вот, прошлась песок, просто, я думаю, просто его уворовали у нас с вами. Вот. Деревья остались вот на таких вот островках. Ветер стал выдувать, конечно, остатки песка. Корни стали обнажаться. Ну, видимо, когда хватились, что лишатся последней растительности, украшения пляжа, вот, подставили вот такие щиты, чтобы песок не раздувало. Но песок все равно раздувает. И кто это поставил, сделали это, ну, совершенно так, наплевательски. Вот. И понятно, что мы вот видим, наверное, в последний раз эти деревья. Давайте с ними попрощаемся. Они давали тень, вот, те, кто отдыхал здесь. Вот. А сейчас, смотрите, корни обнажены. Все это, естественно, потом на санцепеке высохнет, сдует эту последнюю кучку песка. Эту и эту. Ну, а люди еще видят в этом какую-то вот романтику, в этих вот песках. Пьют здесь вот шампанское. Аристократы хреновые. И все это вот уничтожается, все это пропадает. Понятно, что все это не нужно вот будущим хозяевам вот этих вот отелей. Вот смотрите. Вот это вот семь этажей. Там вот эта вот коробка виднеется. Одиннадцать этажей. Это семь этажей. Ну, представляете, какая будет здесь, ну, просто невероятная скучность. Там же, ну, тут будут одновременно отдыхать тысячи людей. И для них, я так полагаю, предназначен вот этот вот пляж. Вот этот пляж, наш пляж, наше, где лежало бывшее бревно. Но эти деревья им не нужны. Им же тут надо будет потом наставить своих зонтов, огородить что-нибудь. Вот, чтобы потом стричь бабки, как говорится. А бесплатная тень, где люди отдыхали, где вы отдыхали, где я тоже с дочкой отдыхал, поселив коврик и под зеленым пологом наслаждаться. Вон, лебеди, друзья, летят красиво. Зеленым пологом наслаждаться, лежать, глядя на море. Все, это все уходит. Тут поставят заборы, тут поставят какие-нибудь там татушки, еще какие-нибудь там эти бананы какие-нибудь, катамараны. Тут весь берег будет превращен в коммерцию. Вот, только будет какой-нибудь маленький участок, где там, чтобы зайти покупаться. И тысячи людей, и срач. Туалетов, конечно, как не было, я думаю, так и не будет. Потому что, ну, не доходит до руководства нашего города, что если не будет бесплатных туалетов, люди будут ходить или в море, не стесняясь, или вот в эти кусты, вот. Но кусты-то потом мы, как мы вот уже предполагаем, все повырубят. Им не нужны эти кусты, им не нужна бесплатная тень, им не нужны тут лишние люди. Тут уже все будет, как говорится, распределено, раскуплено. И те, кто здесь когда-то свободно отдыхали, вот я здесь сюда ездил, отдыхал, да. Все они будут вот на этой узкой полоске, которая там 10 или 20 метров, лежать на своих там ковриках. Ну, тут еще есть такая, так скажем, участок дороги, когда для тракторов, там, для самосвалов, которые вывозят комку, там тоже не ляжешь. Вот. Поэтому людям практически вот свободно отдыхающим тут уже не место. Вот. И, ну, отдыхали мы здесь когда-то, друзья. Ну, а сейчас мы вот прощаемся с этим. Остатки вот этого вот такого маленького прибрежного зеленого оазиса. Он все уходит. Ничего тут не будет. Все будет вырублено. Кому эти деревья нужны, друзья? Где эти экологи? Я вообще убеждаюсь, вот на собственном опыте я даже столкнулся, что экологические организации, так называемые, они нихрена не делают, друзья. Они создаются, присасываются к какой-то фирме-застройщику. Вот. Они получают от них, как говорится, ну, какие-то, может быть, вознаграждения, вот, чтобы существовать. Делают вид, что они борются за экологию, за сохранение анапских пляжей и зеленых уголков. На самом деле они просто прикрытие, друзья. Но вот тоже тут вот срач. Когда, конечно, я думаю, заработают вот эти вот отели, но хоть срача этого не будет. Я думаю, тут все, конечно, уберут. Но люди, которые вот здесь приходили, отдыхали, ну, отдыхали же они здесь. Ну, как-то вот, они же получали, я думаю, какое-то наслаждение от общения с природой, с морем. Не просто же они тут, я не знаю, приходили, как говорится, погадить под куст. Ну, может, кто-то и приходил специально, да. Я говорю, туалетов-то у нас раз-два я общелся. Вот. Ну, хоть один, может, плюс будет, что тут гадить не будут. Будут гадить в какой-нибудь платный туалет за 20-30 рублей. Вот. От этих, которые откроют эти пляжи или какие-то предприимчивые ребята. Вот. И так, к сожалению, происходит на других участках вот анапских пляжей, на анапских дюнах. Вот. Я вам показывал, вот, свалку. Эту свалку потом показали нам и другие анапские блогеры. Свалка только растет. И ничего нельзя поделать. Вот такие мысли сегодня у меня опять минорные. Море сегодня волнуется. Море, конечно, красивое. Замечательное море. Там стоит вон какой-то корабль. Покрышку вот выкинуло штормом. С утра вообще было, друзья, очень хорошо. А у меня сейчас передо мной стоит задача выпустить газету «Русские ворота», сделать отчет о прошедшем месячнике. У меня работы вообще не в проворот. Я сегодня в 6 часов утра встал и только поправил там один текст, смог это сделать. Потому что, ну, вот я вообще сам по себе ленивый. И пока жду какого-то такого творческого настроения, вдохновения, ну, может пройти очень много времени. Я ловлю эту музу там всеми способами. Вот. И все не получается ее поймать, ухватить и, как говорится, использовать. Вот. Но поймав ее, я, конечно, отрываюсь по полной. Потому что муза такая вещь скользкая, она может в какой-то момент упорхнуть. Вот. И тут я забываю и про еду, и про все, когда жена зовет ужинать. А если я, как говорится, сейчас оседлал музу, блин, какие-то у меня такие ассоциации. Ладно, ну ничего, ну ладно, вы, думаю, поймете, то я не могу ее отпустить. Вот. Потому что я пойду ужинать, приду, а музы нету. Поэтому я жене говорю, что я не могу сейчас подойти. Подожди, у меня творческое вдохновение. Вот. Ну, вот, друзья. О, сейчас вот немножко так какой-то луч солнца осветил вот этот корабль. Он так светится. Ах, здорово, конечно. Ну, прекрасно. Все равно море, оно остается морем. Никто его у нас не заберет. Берег у нас отбирают. А море украсть у нас тяжело. Хотя и это делают порою. Вот. Отгораживают где-то там, что-то строят какие-то там конструкции. Вот. Я думаю, этого не случится в Анапе. Ну, и что еще, друзья. Я захватил с собой книжку. Ну, правда, это у меня давно было собрано, мой рюкзачок. Вот такую книжку я выпустил в 92-м году. Называется она «Остров любви». Вот. И сейчас я просто прочитаю какое-нибудь стихотворение. Ну, вот у меня есть стихотворение. Такое романтическое. Сейчас я его найду. Тут и пощечина есть. Помните, я вам читал пощечина? Вот. Называется сон. Здесь есть эпиграф из Пушкина. Исчезнул он, веселый сон, И одинокой во тьме глубокой я пробужден. Я, наверное, с приветом. Впрочем, как и все поэты. Мне продиться эдак 200 или сотню лет назад Было здорово бы это. Вместе жить с Афоней Фетом, С Федей Тютчевым жить вместе. Я бы искренне был рад. Хорошо бы, если тоже родилась ты в ту эпоху. Мы бы встретились случайно на каком-нибудь балу. Может, раньше, может, позже. Я влюбился бы, ей-богу, В красоте необычайной, Устремившись в кабалу. Представляю я картину. Петербург, дворец, колонны, Бал, паркет, мазурка, свечи. Вдруг средь праздной суеты Вижу чих-то глаз бездонных, Взгляд загадочно безвинный, Непослушный локон, плечи. Неужели это ты? Сертучок, одернув узкий, Устремляюсь через залу. Тут платок твой лепесточком С рук слетает на паркет И на ломаном французском. Подобрав его, сказал я, Сильвупле, вот ваш платочек. Гран-Перси, ты мне в ответ. Листьев желтую дорожку Осень выстлала пред нами. Мы гуляем летним садом, Где аллеи так тихи. Только грустно нам немножко. Почему не знаем сами? Может, мне читать не надо Эти грустные стихи? Ах ты, город мой столичный, Львы, чугунные ограды, На извозчике чудесно Мчатся звонкой мостовой. Ах, как это романтично, Что сейчас со мной ты рядом, Романтичней вдвое, Если будешь ты всегда со мной. Я мечты свои рисую И десницей, Ослепительно блестела, Ослепительно блестела Ризы праздничной парча, Трепетали отчего-то Твои влажные ресницы, И дрожа в руке горела В алой ленточке свеча. Дальше домик с мезонином, Красный угол, Божья матерь, Живописные полотна Штук по десять На стене, Гувернантка, Пианино, Круглый стол, Льняная скатерть, Да с шампанским Ужин плотный И прогулка при луне. Неспокойна жизнь поэта, Да еще с такой царицей, Ни злодея, Ни повеса, По лицу врагов не бил, Только я уверен в этом, Если очень разозлиться, Я любого бы Дантеса Не моргнув бы, Застрелил. Говорят, мечтать не вредно, Польза в прошлом покопаться, Но мечты, похоже, Чаще на один приятный сон, Исчезает он бесследно, Если толком разобраться, Я ж хочу жить настоящим. В этом право Есть резон. Ну, вот, друзья, мое стихотворение, не знаю, как я его прочитал, читал уже без подготовки, поэтому, я думаю, вы меня поймете и простите, Я сейчас В свободное время Занимаюсь подготовкой К изданию своей книжки, Я еще пока не знаю, Как она будет называться, Это будет книжка стихов, Я перечитываю Свои старые стихи, Где-то что-то подправляю, Где-то что-то оставляю В неизменном виде, Неизменном виде, И думаю, что в этом году К моему юбилею Мне будет 55 лет, Страшная цифра, друзья, Мне 55 лет, ужас! Я ее буду уже держать в руках, И, может быть, я ее выпущу раньше, И, может, вы, которые приедете сюда на отдых, И, которые меня знаете, Будете Обладателями этой книжки. Ну, все, друзья! Спасибо, что вы сегодня были со мной На этой лирической ноте Я заканчиваю сегодняшний репортаж Приезжайте в Анапу! Но если вы найдете места лучше, чем Анапы, Езжайте, конечно, туда, Потому что Анапу нашу Немножечко подзасирают В последнее время И я буду это показывать Вот будет хорошая погода Мы будем ходить с вами по улицам И смотреть на то, Что нужно непременно И обязательно исправлять А кому понравилось это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Кто на него еще не подписан И всего вам доброго! До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok